привет друзья у нас опять сегодня регулярная рубрика вечерние прогулки как всегда я не особо подготовился привет котейка котейка не убегай попасть давай ты попадешь на видео мне кажется на камере немножко какой-то так может быть получше будет ну ладно в общем начнем с новостей позитивных очень много ну много разных на самом деле новостей но в том числе и позитивных достаточно много но в начале все-таки посмотрим на котейку в общем что происходит в мире во-первых радостная новость является то что дешевеют видеокарты наконец-таки эта тенденция вроде как уже практически везде значительно дешевеют видеокарты и это прекрасно особенно в ключе того что ничего нет почте особенно включая того что приветлив я включи того что мне нужно купить еще где-то 8 9 10 11 12 видеокарт приблизительно около 10 видеокарт купить с моей хитрой целью не платить аренду ну то есть как бы платить аренду из из майнинга особенно это здорово будет делать если эфир подорожает вернили хотя бы вернется к тому уровню который он был я лично скажу вам так что мой прогноз следующий на крипту это ближайшие два месяца это июль август это вероятный рост но не очень то есть рост бы либо будет плавный либо небольшой как бы либо может быть не будет особого роста потом следующие два месяца сентябрь октябрь это будет наверняка будет рост наверняка и самое позднее когда самый край как бы будет рост это ноябрь декабрь вот то есть я что я подразумеваю под я имею ввиду выше 65 тысяч за биток что соответственно будет отличным ростом с ну с того что было и а тем более с текущего уровня это больше чем трехкратный рост вот в общем очень надеюсь что это ближайшие два месяца скорее всего этого следующий 34 но в самом худшем случае новый год вот такие при но это в любом случае позитивно потому что уже июль и это значит что мы входим в самый в тот самый срок когда я как бы давно я говорил что июль август и вот сейчас июль август и посмотрим забывается мой прогноз или же все таки она будет чуть чуть позже чем мой прогноз вот и ну как бы если роста выше сотки не будет в декабре то я в январе я признаю свою ошибку скажу что я не хорошо не правильно прогнозирование тщательно и так далее вот кроме этого как бы да ну уже сказал что дешевет видеокарты а крипто растет это очень классно кто-то говорил что вот видеокарта дешевет потому что крипто подешевела да ничего подобного ребятки потому что крипто подешевела явление это было кратковременно достаточно да она подешевела в два раза от максимума но это вообще несущественно как мне недавно сказал друг он проверил по истории по битку ценам самые большие падения по битку составляли 88 процентов до 88 процентов соответственно посчитаете сколько от 65 тысяч долларов минус 88 процентов ну 90 для верности да то есть 10 процентов цены останется то есть самый самое дно битка самое дно битка при 65 тысячах самого верха это шесть половиной тысяч долларов до такого уровня мы не опускались и вряд ли опустимся но чисто теоретически я бы сказал что самое дно это там совсем самое дно это 3000 или 4000 до что это себестоимость майнинга по электричеству и всем остальным расходам но когда 5 5 6 такого курса скорее всего не будет но если вдруг курс будет опускаться ниже текущего там 37000 до даже не ниже того что было допустим да там в районе 32 если курс опустим ниже 32 то друзья мои это не значит что крипта умирает это значит что это замечательное новое время закупа и чем быстрее курс дойдет если вдруг даже курс дойдет до такого для такой величины это будет значит лишь то что потрясающее время для закупа и нужно как бы этим заниматься вот но я честно говоря думаю что уже не будет таких курсов больше низких я не думаю что ниже 32 тысяч на самом деле курс когда-либо опустится уже так что кто покупал за 32 и ниже молодцы поздравляю а кто нет ну посмотрим что будет в будущем вот в принципе как бы это две основные новости они накладываются друг на друга я до сих пор не к сожалению не наладил свой сервер потому что у меня еще нет оперативки у меня еще нет блока питания под него уже заказана оперативка уже в пути блок питания я возьму здесь поэтому это быстрая задача но пока нет оперативки все равно как бы говорить не о чем заказал 128 гиг оперативки сервер вот более-менее адекватно по цене и соответственно второй сервер который у меня нас который с которого должно по идее загружаться как хост сервер у меня по плану на пока что нет основного я пока еще не сделал я хотел в него перенести четыре основных орда который майнят чья через и чпу речку кстати переехал но в домен если вы вдруг не знали не пугайтесь и и чпу точка к ником а к си ол не знаю каким причинам они это сделали неважно вот заряжается очень симпатичный голубой лифт тут вот у нас это с . рядом с ним да это как бы из хороших новостей что у нас еще ну еще на самом деле я хотел поговорить не про ность я хотел поговорить про на на темы которые меня иногда задают вопросы разные мои друзья знакомые вот эта тема энкодинга видео и тема ринкодинга видео тема проигрывания видео и тема совместимого железа а в частности тема 4к контента вот многие ну как бы очень давно такая ходит история что типа вот там 4к совместимый там player 4к совместимый там процессор и что-то еще такое и многие задут вопросом задаются вопросом а какое же железо вам нужно чтобы декодировать 4к стрим и всякие такие задают вопросы я постараюсь сейчас вам рассказать объяснить и чтобы вы понимали что 4к это вообще сферический конь в вакууме это как говорить телевидение высокой четкости это примерно такой же термин ничего совершенно не означающий что значит у нас 4к на самом деле до 4к означает что у нас есть 4000 пикселей по широкой стороне кадра окей там 4096 с каким-то соотношением замечательно может ли какая-то тех как определить какая техника может проигрывать 4к контента какая нет да никак друзья никак берете эту технику и пробуйте проигрывать почему никак да потому что 4к это не кодек 4к это не формат видео поймите вы когда вы смотрите видео формате 4к с ютуба этот формат не 4к 4к это примерное название разрешения она вообще ничего не говорит о реальных возможностях вашего железа что и поэтому нельзя никак ориентироваться нельзя сказать что у вас видео будет проигрываться или не будет проигрываться нужно смотреть какой используется кодек какой используется контейнер какой поток битрейт у видео какой заявлен у меня почему-то последнее время вот раньше очень долго работал мой стабик сейчас последние несколько съемок вы могли видеть что он прям я один раз снимаю на второй раз он уже умирает непонятно почему это происходит возможно мне нужно по заряжать его как-то подольше или может более маленьким током не знаю посмотрим вот в общем постараюсь продолжить тему прошу прощения что будет стряской и не так идеально но постараюсь насколько это возможно в общем 4к то есть поймите что 4к контент он может быть очень разный на самом деле разбери 5 3 подчеркиваю 3 версия не 4 3 версия на вышла сколько лет назад я точно не знаю но точно больше двух-трех лет больше двух-трех лет назад очень маленькая плата при работе есть 2-3 вата всего очень слабенькая но на сегодняшние дни как бы такой сок очень слабенький он умеет играть 4к контент но внимание вопрос самое важное это какое количество операций нужно совершать процессору во первых есть процессоры совместимые с аппарат как бы имеющие функции аппаратного декодирования есть процессор имеющий функцию аппаратного декодирования но эта функция аппаратного декодирования она может быть разное, потому что что именно мы аппаратно декодируем? Как я уже сказал, огромное количество форматов, большое количество разных кодеков и разные функциональные возможности процессора. Что за кодек? Какой битрейт? То есть там 12 мегабайт в секунду, 5 мегабайт в секунду, 4, 3, 2, 15 мегабайт в секунду и так далее. То есть какой битрейт аудио? Какие форматы аудио? Поддерживается ли это? То есть заранее сказать, что у вас 4К совместимое железо нельзя. То есть всегда можно сделать 4К контент, перекодировав его определенными кодеками, с определенными хитростями, чтобы этот контент работал на Raspberry 5.3 я вам даже больше скажу, на более старом железе, на очень слабом двухъядерном каком-нибудь старом-старом-старом ноутбуке, я не знаю сколько лет давности, но точно так же можно закодировать 4К стрим, который не будет играть на 64-ядерном райзене, фу господи, что я говорю райзене, эпике серверном, да, который там огромное количество потоков, огромное там, TDP у него там гигантское и так далее. И можно сделать всегда такое видео, которое не будет им расшифровываться, потому что, как вы уже поняли, декодирование 4К видео, оно может быть в трех вариантах. Оно может быть полностью аппаратное, ну полностью аппаратное никогда не бывает, всегда там софт как-то участвует, но можем сказать максимально высокой уровни аппаратное, то есть почти все делается аппаратное. Оно может быть аппаратно-программное, то есть смешанное и может быть полностью программное. Естественно, чем более оно аппаратное и чем более соответствует вам ваш кодек и в их требованиях, тем лучше оно будет воспроизводиться, но это в общем случае. Или если у вас супер совершенно программный алгоритм, то вы можете и программный, или супер простой кодек для интерпретации, да. Тут еще есть такой нюанс, что кодек, скажем так, кодек, который ничего не делает, то есть он берет кадры как есть, он в общем-то не тратит ресурсы, потому что в этом кодеке не нужно фреймы преобразовывать. Вот как вы записали фреймы, так они идут, да. Но при всем при этом, если вы записываете фреймы, как они идут, не используя какие-то мощные кодеки, то у вас каждый фрейм будет весить достаточно много. То есть, если, например, взять JPEG, да, там, хорошую фотографию Full HD, там, я не знаю, или может, ну, на максимальном качестве JPEG, там он может занимать там от 3 до 10 мегабайт, может даже больше, 12 мегабайт, да. Тем более 4К-шный кадр, он там занимает минимум там 8, 10, 12 мегабайт и более. Вот представьте себе, то есть, а кадров в секунду должен быть хотя бы 25, а лучше 30, а лучше 60, да, или 90, или 120, смотри, какой у вас экран, какой вы хотите частоту кадров. Ну, допустим, если для плавности 60 кадров, вот умножьте, 10 мегабайт, то есть 600 мегабайт в секунду, уже, это уже достаточно много. Да, современные процессоры хендлят это без проблем, но вопрос, должен ли процессор при таком потоке данных делать какие-то еще операции с, как бы, с этим или не должен. Если не должен, может быть, он справится, а если должен, то тут вопрос, что вы делаете за операцией. Ну, то есть, заранее, еще раз скажу, ответить, играет ли, будет ли какой-то 4К-контент играть или не будет, нельзя. Это невозможно сделать. Но, что возможно сделать, так это, если у вас заявлено, что у вас есть какие-то аппаратные декодеры, в том числе, работающие с 4К-форматами, коих огромное количество, вы можете в этот формат просто загнать ваш контент. Опять же скажу, зависит от контента. Например, если у вас контент, вот как я сейчас снимаю, где куча черного, вообще какие-то проваленные яркость, да, пиксель особо не меняют, очень медленно. Битрейт средний, и он сильно не подскакивает. В этом случае, может быть, ваша железка справится. Если же вы возьмете, например, видеоряд реки при сильном свете, когда все светло и хорошо видно, и река, в которой под водой камни, и активная река, которая как бы быстро бежит, и попробуйте вот это вот все дело снять, у вас, ваше устройство может начать тупить. Вот, то есть, потому что у вас битрейт резко подскакивает из-за того, что у вас меняются все пиксели в кадре, постоянно меняются, вам нужно их менять. Или, например, кодек неоптимальный. То есть, кодек не ожидал, что будет такой контент, да, ну, кодек же не знает, он как бы просто кодек. И вы закодировали с этим кодеком что-то, что у вас обычно хорошо проигрывается. Какой-то новый вид контента закодировали, и все, а у вас он не проигрывается нормально. Поэтому, друзья, еще раз скажу, нельзя заранее сказать, будет ли проигрываться 4К контент. Можно заранее сказать, будет ли проигрываться там VP9 кодек на настройках таких-то, таких-то, с разрешением такими-то, такими-то, с фреймрейтом таким-то, с битрейтом таким-то, таким-то, на таком-то, таком-то влезе. Это сказать можно. Но, опять же, это сказать можно, если кто-то это тестировал, если у вас есть возможность это проверить. А если никто это не тестировал, не проверял, то вам придется проверять это самим или подыскивать более подходящий кодек поэтому не ведитесь никогда на маркетинговые трюки когда вам кто-то пытается что-то продать и сказать, что это совместимо или несовместимо имейте ввиду, что совместимость с поддержкой форматов большого веса она неоднозначная потому что формат, нет такого как формат 4К это скопище, общее название для сотен или тысяч комбинаций форматов понимаете, сотни кодеков у каждого кодека настройки минимум по 2-3 параметрам вот и считайте сотни кодеков, 2-3 параметра у каждого кодека еще есть комбинации, потому что аудио-видео еще есть комбинации 3D стерео изображения комбинации по звуку, количество звуковых каналов это все тоже влияет на ваш процессор потому что в конечном итоге процессор заправляет всем оркестром поэтому в вашем случае опыт может отличаться и более-менее можно гарантировать только что-то из разряда что вот вы купили DVD или Blu-ray диск и что он в Blu-ray плеере будет проигрываться почему? потому что в Blu-ray плеерах производители задали какую-то планку вот такую, которая нужна им и планку по контенту и создатели дисков задали эту планку ну как бы скажем так создатели плееров спустили эту планку создателям видеодорозы, которая записывается на диск чтобы была совместимость и то, даже в таких случаях если вы вспомните эру DVD бывали моменты, когда определенный DVD-плеер не совместим с определенным DVD-диском то же самое в Blu-ray плеерах то есть тоже, хотя совместимость лучше потому что заранее известно примерно что за железо там и там но все равно могут быть проблемы из-за того, что кто-то что-то не предусмотрел какой-то редкий плеер какой-то редкий кодек редкий, не совсем стандартная дорожка закодирован и все, и у вас возникают проблемы вот, но правда и другой аспект может быть устройство, которое вы не думаете что может проигрывать какой-то вид контента оно скорее всего может проигрывать особенно если с этим как бы поразбираться, посмотреть как что оптимизировать может быть перекодировать контент Опять же, перекодировка контента, это хотя бы Хоть и ресурсозатратная, и длительная процедура Но в общем случае выглядит так Вы выбираете файл, задаете настройки Нажимаете старт Когда вы 3-4-5 раз в жизни что-то перекодировали Понижая качество Вы уже знаете, как это делать, у вас это занимает 1 минуту Потом вы уходите Гулять на 1, 2, 3, 5 С моряком, в общем, у вас компьютер Возвращаетесь, у вас контент перекодирован Смотрите, окей, перекодировалось неверно Перекодируете верно Это может быть, конечно, с опытом это все Как бы улучшится Перекодировали верно, все, у вас на устройстве, на котором раньше Файл играл с тормозами, теперь он играет Без тормозов, замечательно То есть некий даунскейлинг, да, делаете Вот, поэтому, друзья Вот так вот обстоят дела В мире энкодинга Это, кстати, я то, что все говорил про 4К Но это не касается только 4К Это касается вообще в целом форматов, да Full HD, вам кто-то скажет Full HD тоже нифига не формат Это примерное ориентировочное разрешение Там, там, еще можно, там, терминология 1080p, да, там, прогрессив 1080i, interlaced Это тоже не кодеки, друзья Это примерная ориентировка по разрешению Кодеки могут быть разные Для того, чтобы получить 1080p interlaced Господи, прогрессинг 1080p или 1080i Можно использовать различные комбинации кодеков И заранее сказать тоже ничего нельзя То есть это в целом, как бы Это же касается и музыки Это же касается и игр В общем-то это касается всего То есть Программная аппаратная поддержка Она всегда уникальна для вашего устройства В какой-то степени Уникальна для вашего типа файла Для вашего контента и так далее Поэтому Знайте, что заранее гарантировать ничего нельзя Надо просто брать и пробовать Смотреть Адаптировать Также, если вы пытаетесь проигрывать тяжелые форматы видео Я могу вам дать несколько рекомендаций Рекомендации следующие Попробуйте плеер MPV Это такой базовый, очень хороший плеер Который играет разные форматы Максимально эффективно MPV Сайт у него mpv.io Затем попробуйте плеер mplayer Как медиаплеер Просто mplayer Такой плеер вот У него, если вы не любите Он консольный, имеете в виду mplayer консольный MPV Он как бы графический Но там очень простой интерфейс Такой базовый А вот mplayer Он чисто как бы консольный Потом, конечно же Вы, наверное, так знаете VLC То есть Вы можете попробовать VLC Но на моем опыте VLC жрет больше ресурсов И не со всеми прям видами контента Справляется А, если вам mplayer не подходит В плане того, что он консольный То на основе mplayer Есть графический Player Он называется smplayer У него, естественно, в зависимости от mplayer Потому что это просто графический интерфейс К mplayer Поэтому, пожалуйста Если вам не подходит Или даже тормозит, кстати mplayer Бывает Да Бывает, что mplayer не все типы контента Хорошо проигрывает То в этом случае Можете попробовать smplayer Просто потому, что smplayer Делает некоторые assumptions То есть он предполагает За вас делать некоторые настройки И все такое Вот Поэтому попробуйте обязательно Значит, еще раз MPV Затем mplayer Затем mplayer Смplayer Затем vlc Ну и как бы Если ни один из этих плееров Не играет ваш контент нормально То дальше уже можно Как бы Смотреть Какие еще Есть варианты Я просто ищу способ Как-то С удобством А ну попробуй Сейчас Может быть у меня уже Заработал мой стабик Он перестал тупить Сейчас посмотрим Оп Он пока Он поработает Какое-то время У него такая Приколюшка есть Вот Моргает Значит ли это Что он разряжен Не знаю А у меня Как бы Есть зарядка Но проблема В том Что она Нет кабеля Подходящим Подставить Ладно Вот Ну в общем Такие вот новости Такая вот информация Про 4К Контент Надеюсь Что меня нормально Слышно Потому что Ветер Надо заказать Наконец-таки Микрофон Такой Какой-то Петличку Чтобы отдельно Можно было писать Потом соединять Все-таки голос Когда гуляю на природе Наверное Вам может быть Не очень хорошо Меня слышно Из-за Задувающегося Ветра В микрофон Вот Надеюсь Вам нравится Такой формат Как я сделал Реанимировал Свой старый телефон Для этого Highscreen Boost Я по-моему Возможно Говорил уже В каком-то Из видео Что Вот мой Старый Highscreen Boost Который позволяет Делать вот такие штуки Да Можно Менять даже Вид этой рамки Можно ее увеличивать Там и так далее Очень здорово Очень классно До сих пор Такой функции На многих телефонах Нету Вживую Да Так писать Правда Файлы Приходится Поменьше Делать И объединять Но это Не так сложно Вот По 5 По 7 Минут По 10 Минут Записывать Не такая Большая проблема Тем более Что это Можно делать Без перекодирования Очень просто И легко Вот Ну В общем Как-то так Еще Как обычно Рубрика Садоводчество Моя любимая Что Скажу вам Скажу вам Что опять У меня Со стебиком Какая-то беда А также Скажу вам Что у меня Постепенно Налаживаются Вроде как Туи Они оживают Это очень здорово Вот Они Я их поливаю Регулярно Теперь за счет Таймера То есть Не я Таймер Таймер их поливает Я слежу Как у них дела Вот Могу вам сказать Что очень быстро Они реанимируются Что меня Крайне радует Я надеюсь Что через Пару-тройку месяцев Уже Будет ясно Сколько же Деревь Все таки придется Пересадить Полностью Купить новые Я думаю Что это число Опустилось С 15 до 10 Я очень сильно надеюсь Но пока Выводы делать Рановато Потому что Всего меньше месяца С того момента Как я Настроил Более-менее Систему Поставки воды И еще Неокончательная версия Потому что нужно Перенести куда-то Розетку с водой Сделать второй таймер Для деревьев Сзади на участке Более таких Серьезных Они тоже Начинают Желтеть Вот И в общем Как-то так То есть Тоже такие Позитивные новости Что еще Рассказать вам Кроме как Про крипту Про садоводчество И про Инкодинг Некоторое время Не было видео Сейчас Записывал для вас Несколько роликов Буду их публиковать Постепенно Все еще Когда Записывают эти видосы Думаешь Ну сейчас Сейчас Как бы Запишу И сделаю вам Все-таки Видео по Арчу И все Его откладываю Откладываю Сам Недоволен Но Есть как бы Позитивный Такой момент Что сейчас Все Норвегии Уходят на отпуск И у меня Как бы Загрузка по работе Еще испадет Будет больше Свободного времени Я как бы Продолжаю работать Я не уезжаю На какой отпуск Вот Естественно Сейчас корона Куда ехать Какие отпуски Ну максимум По Норвегии Но это пока Еще не ясно Да Через месяц В планах Может быть Куда-то поехать Но пока Не анонсирую вам Ничего Эти планы Потихонечку Вырабатываю Но поехать Естественно Внутри Норвегии Недалеко Здесь Как бы В районе Скажем так Здесь Где-то Вот Ну и как бы Так как я буду работать Будет чуть больше Собудного времени Постараюсь делать видео чаще Как в таком формате Так и в домашнем формате Я вижу Что вам больше заходит В домашний формат Где я С чувством С толком С расстановкой Рассказываю Не тратю Время на то Чтобы там Говорить Неподходящие слова Или какие-то забивки Или вот Косяки с моим Стабилизатором Вот такого Чтоб не было Чтоб было хорошее видео Смонтированное В перспективе Я хочу делать Как бы Чтобы постепенно Количество видео Сделанных дома В студийном Таком качественном В формате Оно дошло Как один к одному До количества видео Которые я делаю Вот так Вот сейчас Пока мне такие видео Делать проще Я скажем так Без особого напряга Могу такие видео Делать каждый день То есть 30 видео в месяц 30 видео В домашнем формате Я не могу делать Потому что Это огромная подготовка Там множество Всего нужно сделать И плюс Хочется иногда Делать такие все-таки Видео На выездные Какие-то стационарные Но при этом выездные То есть Чтоб это было На какой-то Интересной локации Я такие видео уже делал Если вы смотрели Лайберри Мои видео То вы видели Что я там ездил В разные места Ставил камеру И делал видео оттуда Вот По поводу Чия Наверное тоже Как бы Затронем эту тему Раз мы как бы Про майнинг говорили Ну Бывается примерно Все то что я Планировал Прогнозировал В плане негативного Да То есть Я изначально Рассматривал эту тему Просто как авантюру И предполагал Что скорее всего Доходность по Чии Будет очень низкая Но так и получилось Не знаю Сколько там дней Надо посмотреть В пуле Сколько дней я майню Чтобы точно сказать Но Последний раз Когда я заходил Было примерно 0.2 Чия То есть Я реалистично понимаю Что наверное Число До одной Чии У меня дойдет Да Я смогу На 24 своих терабайтах На 4 винчестерах Вывести в итоге И добрать до одной Чии Но сейчас Курс Чии Как бы там 300-400-500 долларов Одно дело Как бы Если бы он был 1600 долларов То как бы Эта цель Выглядела бы интересно Да Она бы однозначно Окупала Всю историю Как бы А так это конечно Больше Скажем так На данный момент Это способ Отплатить Часть стоимости Минимум Максимум Может быть Всю стоимость Но это изменится Если курс подскочит Да Если курс подскочит Можно будет моментально Условно Продать какую-то часть Или все Чия И вернуть там Мои расходы На данный момент У меня получается По расходам Где-то На дооснащение Моего компа На котором Сейчас все происходит Ушла примерно Тысяча крон Что в принципе Немного Нет Чуть больше Подождите Не тысяча крон Наверное чуть больше Ну там пара-тройка Тысяч крон То есть 200-300 долларов На дооснащение Моего Основного компа И Сейчас скажу Где-то Столько же Три-четыре В общем скажем давайте так По максимуму будем говорить У меня Ушло Три-четыре тысячи На дооснащение Моего Как бы хорошего компа Который у меня уже был И примерно Три-четыре тысячи На то чтобы сделать сервер Я его еще не доделал Но Вот до четырех тысяч Это будет Ну в общем Четыре плюс четыре То есть В максимуме Как бы Четыреста долларов туда Четыреста долларов Туда Ну или там Четыре тысячи крон Грубо Соответственно Восемьсот долларов Вот То есть Если я На майню Допустим За ближайшие там Три-четыре месяца Одну чию И курс одной чии К тому моменту Будет Например Восемьсот Долларов Да То это будет Сто процентов Оплата Моего Апгрейда Компа И даже Нового сервера Вот Но даже если Этого не произойдет И как бы Я не Куплю свой Сервер И свой настольник Я все равно Не жалею Потому что Это интересный опыт А еще потому Что я планирую Удалить Или переместить Часть этих плотов Освободить Один из винчестеров У меня как бы По плану был И наконец таки У меня будет место По то чтобы Я хочу сделать Рейд На два диска Повторяющийся То есть На каком-то Большом диске В идеале Может быть 8 терабайт Если я Такой куплю Или может Возьму 6 терабайт В общем Сделать двухдисковый рейд Чтобы все Клонировалось Или может даже Без рейда Это сделать просто Дубликаты данных И Что будет В этих дубликатах данных Все отсортировано Потому что У меня есть Скажем так У меня есть данные Которые я готов потерять Это скажем так Листинг музыки Листинг видео Я имею в виду Видео скачанных Фильмов То есть Почему я могу Потерять музыку и видео Да потому что Я их могу снова скачать Потому что они доступны Вот А как бы Что касается Моих данных Я не готов их терять Их меньше Конечно Но все равно Их поэтому Хочется Вот сейчас Оно у меня Многое в одном экземпляре К сожалению И А то что даже В нескольких экземплярах Я и не знаю Что где В нескольких экземплярах Потому что все Очень сильно Перемешку Поэтому Моя первая Скажем так Копирация будет Это зачистка контента И создание скрипта Копирование файлов Копирование и сортировки файлов Скажем так Это первый этап Второй этап Это проверка Сравнения Того То что у меня Все скопировалось Что нужно Отсортировалось Как нужно На как бы Отдельный диск Третий этап Это создание второго диска Абсолютно Совпадающего с первым Чтобы была Просто резервная копия На случай И наконец Четвертый И последний этап Это собственно говоря Удаление Данных Со всех исходных дисков Да То есть в итоге На выходе этой операции У меня будет Два диска под NAS То есть у меня должно быть Две NAS-ки в итоге Одна NAS-ка будет под CHI А вторая NAS-ка будет под данные NAS Network Associated Storage То есть Сетевые хранилища Да То есть два сетевых хранилища Одно сетевое хранилище Чисто с моими данными Задублированными Возможно даже я Скажем так Один из дисков Выключу из него Потому что Он должен быть бэкапным Он не должен иметь наработку Да А второй диск Он может допустим Быть подключен Уходить в suspend Просыпаться Когда нужно И работать как обычный диск Если вдруг Один из этих двух дисков умирает Я сразу же Как бы дублирую данные еще раз Таким образом Можно обеспечить Ну как мне кажется Наибольшую безопасность Вот И наконец-таки Зачистить все свои диски Которые у меня там Где-то 2 терабайта Где-то терабайт Где-то полтерабайта Где-то 3 терабайта Таких дисков у меня 5, 6, 7 Может 10 Да И все вот так вот Раскидываю неудобно Они как где-то Рассортированы Где-то не рассортированы Чтобы вот избавиться От этой всей масс Так сказать Это нужно обязательно сделать Вот А потом Эти диски будут рассмотрены В каком они состоянии Что с ними можно сделать Скорее всего Предприняты будут Следующие шаги Маленькие все диски Проданы По одному По два По три терабайта И На их место Приобретены диски По 6 И более терабайт Для удобства просто Вот То есть Естественно Мне на сегодняшний день На данные Скорее всего Достаточно будет Одного диска На 6 терабайт Но так как я сказал Что мне нужен Дублирующий диск На котором все Те же самые данные Просто для безопасности То как бы Это будет два диска Ладно друзья Севси Мой Стабилизатор Телефон Мне также говорит Что он садится Уже Очередной кусочек Несколько кусочков Придется соединять Потому что телефон Останавливает запись Когда Переполняется Не знаю Или буфер Или скорость записи Или что-то В общем Запись останавливает Вот Поэтому Я с вами прощаюсь Надеюсь Вам было Интересно Вы может знали Что-то новое Про формат Видео Про Чию Про Мои планы Еще про что-то Вот Пишите Комментарии Оставляйте Делитесь Видео с друзьями Если Вы находите В видео Что-то интересное Шарьте обязательно Друзьям Ну понятно Дело Что релевантный Контент Шарьте друзьям Может быть Если они о чем-то Спрашивали А я здесь Эту тему Задел Затронул Спасибо всем Что смотрите Я это очень ценю На самом деле У меня очень мало Очень мало Количества просмотров Но Тем не менее Каждый Каждый комментарий Я стараюсь отвечать И буду Стараться делать так же Продолжать делать видео Делать их более качественные Все для вас Друзья И как вы видите Нет и не будет И не планируется Никакой рекламы Так что Только чистый контент Спасибо всем До новых встреч Пока-пока